Приветствую вас. Смотрю, вам тут предлагают варианты из психологии творчества. Ну, я немножечко с другой стороны пройду к вопросу и попробую задать вам такой вопрос. Образ бывшего парня из головы у вас не выходит. Это может говорить как минимум о двух вещах. Первое. Это то, что остался синдром незавершенного действия с этим парнем. То есть, возможно, вы не завершили эмоциональное отношение с ними. Такое бывает. Такое бывает. И надо сказать, что довольно часто бывает такое. Такое случается довольно часто. В этом случае отношения нужно эмоционально завершить. Постараться. То есть проработать, выплеснуть все как есть. То есть, может быть, там, знаете, техника неотправленных писем работает. То есть, когда человек выписывает все, что он думает о том, с кем отношения завершились. Ну, то есть, такая вот происходит работа, да, понимаете, на завершение отношений. Проговаривание, обсуждение, выяснение того, собственно говоря, того, что составляет ваше отношение с молодым человеком. Ну, вот эти вот. Да? Значит, это первое. Первый момент. И момент, значит, второй. На мой взгляд, момент второй даже более важен с точки зрения именно психологии. Ибо именно он, этот момент, удерживает вас в этом состоянии. В состоянии, когда образ молодого человека вы не можете убрать, вы не можете от него избавиться. Это ваша потребность. То есть, вот, а вам, молодой человек, для чего это был нужен? И, скорее всего, скорее всего, ну, нуждаемость ваша в нем никуда не ушла. Она осталась. Она по-прежнему с вами. И то, что вы хотите, то, что вам хочется, вы не можете реализовать теперь. Из-за того, что молодого человека с вами больше нет. Вот, и нужно подумать вам, хорошенько так подумать, а что же это за желание такое, что не позволяет вам, да, значит, ну, дальше двигаться? Дальше двигаться по, там, по жизни. Дальше двигаться по, там, своей линии. Вот. Как бы вы могли бы это свое желание удовлетворить? Как бы вы могли бы это свое желание реализовать? Понимаете, какая штука? Вот очень, очень важный момент. Понимаете? Очень важный момент. И если вы сами для себя постараетесь понять, что же вам нужно, чего же вы хотите, что вам необходимо и так далее. Если вы сможете это все сделать, то я полагаю, что образ молодого человека бывшего у вас пройдет. Он пройдет постепенно. Почему? Ну, потому что, если бы это была любовь, вы понимаете сами, да, что если бы это была любовь, то, ну, очевидно, что если бы это была любовь, то вы были бы счастливы. Что молодой человек сейчас, например, там, где он есть, что у молодого человека сейчас, например, все хорошо. Опять же, например, что молодой человек не страдает, но вы не можете быть счастливыми. Значит, вы испытываете фрустрацию, то есть невозможность получить то, чего хотите. Это вот привязанность в простонародье, да, это привязанность, это какая-то такая вот потребность быть человеком, да, нужна в нем. Ну, а на более профессиональном языке это как бы означает перенос ответственности за себя, перенос ответственности за себя на молодого человека. Ну, или просто там, не знаю, на другого. Вот на другого. Вот. И по большому счету вам, если вы хотите, значит, чтобы, ну, образ этого человека ушел, да, вам нужно проделать эти вещи, ну, которые я, в общем-то, сказал. И тогда у вас, ну, будет, в общем-то, реальный шанс, реальная возможность для того, чтобы выровнять свой эмоциональный уже фон, да? Вот. Так же, так же, смотрите, какая получается штука. Что вы делаете? Вот. Что вы сами вы конкретно делаете для того, чтобы молодого человека, ну, как бы у вас не было? То есть понятно, что есть там определенные переживания, понятно, что есть там определенная, да, привязка. Это понятно. Вот. Ну, так момент-то какой, что вы же можете себя завлекать новыми впечатлениями, новыми эмоциями, новыми, там, как бы делами и так далее. А вы делаете это? Вот. Вы занимаетесь этим или нет? Если да, то как, опять же, чем руководствуетесь, да, вот, ну, когда этот процесс у вас происходит, чем руководствуетесь? Как у вас это происходит? То есть вот это все довольно важно. Все это нужно анализировать. Может быть, вы просто неправильно выстраиваете эту модель в своей деятельности, которая призвана вас, ну, спасти, да, вот. Призвана вас эта деятельность, как бы, вытащить из того состояния, в котором вы оказались. Ну, и, конечно, нельзя исключать детско-родительского сценария в отношениях, да, то есть, ну, на вас могут влиять родители, установки родителей, ну, как, например, вот, знаете, что если встретил, встретила там мужчину, то он обязательно там должен быть там на всю жизнь, например. Ну, например, это просто элементарный пример, я там чисто фантазирую сейчас, вот, и так далее. Вот. То есть, такая вот может быть вещь. И, конечно, вам сложно в этой ситуации, ведь вы хотели там чего-то серьезного, да, а вот получилось так, что молодой человек там, например, ну, не захотел, и вы теперь думаете, вот, я не смогла построить там отношения, да, с... Ну, ну, с мужчиной, вот, и я, там, может быть, ну, не знаю, может быть, недостойно там его, например, или там что-то еще такое. Может быть, знаете, да, то есть, родительские... родительские установки в данном случае, они играют, ну, довольно такую важную роль. Вот. Если они действительно у вас есть, то их необходимо, опять же, как следует проработать, чтобы, как бы, они вам, ну, не мешали. Потому что все-таки отношения их лучше иметь все-таки как-то, вот, знаете, ну, без обязательного присутствия, так скажем, третьих лиц в них, в отношениях. Вот. Потому что, как правило, третьи лица, они, ну, только-только мешают, и, как бы, ничего хорошего вообще из этого не получается. Вот. Ну, и, наверное, вы, наверное, сами уже об этом догадались. Вот. Что еще можно вам здесь порекомендовать? Ну, помимо потребностей сферы, помимо, значит, желаний, я рекомендую вам еще, наверное, подумать о том, какими мужчинами вы себя окружаете, да, то есть вот, что за мужчины вокруг вас, что за люди вокруг вас, соответствуют ли эти люди вам, например, или нет, или нет, если не соответствуют, то, соответственно, что они делают тогда в вашем окружении, почему они в нем, в вашем окружении находятся. Понимаете, да, то есть вот такие моменты, которые, ну, достаточно важны. Ну, и, наверное, последнее, от чего мне хотелось бы вас как-то вот предостеречь, да, последнее, от чего мне хотелось бы вас предупредить, да, последнее. Это то, значит, то, чтобы вы не ждали какого-то результата быстро, то есть вы не думали, что вот образ ваш сразу пройдет, исчезнет и так далее. Не пройдет и не исчезнет. Нужна работа, нужно понимание того, откуда этот образ взялся и как он стал вообще возможным, ну, для вас. Почему он вообще как бы появился на свет. И после этого, после этого именно, значит, постепенно, постепенно, именно постепенно ваш эмоциональный фон будет меняться, становиться более таким стабильным, более плавным. Ну, я надеюсь, что более плавным будет эмоциональный фон. Вот. И вы сможете пустить в жизнь новых людей, как вам того и хочется сейчас на данном этапе. Вот. Самое главное не спешить. Самое главное не торопиться. Обязательно попробуйте то, что рекомендовали вам мои коллеги. По-моему, вам это поможет. Ну и, собственно, если получаться не будет, то обращайтесь к любому из психологов. Мы вам с радостью поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Видео. 3